В Армавере готовят требования по уплате имущественных налогов. Срок уплаты истек две недели назад. До 1 декабря 2022 года все владельцы транспорта, недвижимости и земельных участков должны были погасить уведомления, направленные по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Тем, кто не успел оплатить их вовремя, вскоре выставят новые счета. В настоящий момент формируются требования, которые до нового года в соответствии с налоговым законодательством будут выгружены в личные кабинеты налогоплательщиков, которые имеют недоимку. Поэтому в кратчайшие сроки, во избежание вот этих дополнительных мероприятий, мы рекомендуем налогоплательщикам уплатить имущественные налоги. Неустойка будет увеличиваться каждый день за счет пении, а если налогоплательщик не исполнит требования в срок, то инспекция подготовит пакет документов для взыскания задолженности через суд. В случае удовлетворения судом требований налогового органа, исполнительный документ направляется для исполнения непосредственно в организацию, где работает налогоплательщик или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, либо пенсию, либо стипендию. В иных случаях направляется судебный приказ в службу судебных приставов. Должников нередко вычисляют в рамках совместных рейдов сотрудников Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Их также обязывают покрыть все судебные расходы и исполнительский сбор. Неуплата в разных случаях влечет ограничения на выезд за пределы страны, запрет на продажу и арест имущества. Избежать этих проблем можно, подключив СМС-уведомление о задолженности. Сделать это можно онлайн или в налоговой инспекции, где 15 декабря с 9 до 20 часов пройдет день открытых дверей, посвященный введению единого налогового счета с 2023 года. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал А360, Армавир.